Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает важнейший релиз этой недели, а может быть даже и не только, потому что сегодня нам предстоит проанализировать данные по индексу потребительских цен США. Отчет по инфляции, который напрямую повлияет на действия Федрезерва по ключевой процентной ставке, подскажет нам все-таки, стоит ли нам рассчитывать на снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов в сентябре. Ну, я уверен практически, что многие из вас уже в этом не сомневаются и скажу со своей стороны, что у меня тоже нет сомнений. Но я понимаю, что для некоторых трейдеров очень важно получить еще больше доказательств того, что в этом есть необходимость. И как раз устойчивый дезинфляционный тренд может убедить этих сомневающихся инвесторов и трейдеров в том, что Федрезеру необходимо сделать ход конем и пойти на более агрессивное смягчение национальной монетарной политики. По повестке экономического календаря сегодня в 6.00 по GMT ждем данные по инфляции в Англии. В 9.00 статистика из еврозоны, ВВП и промышленное производство. В 12.30 по GMT, как уже отметил, отчет по инфляции. И также я предлагаю обратить внимание сегодня практически в переходе торговой сессии среды на четверг еще на статистику из Японии. В 23.50 по GMT выйдут данные по ВВП Японии. Сейчас объясню, почему этот показатель очень важен с учетом тех решений, которые ранее были приняты регулятором по росту ключевой процентной ставки. Индекс доллара текущей котировки 102.46. Мы рассчитывали на то, что индекс цен производителей, который был своего рода прелюдий перед выходом данных по инфляции, то есть это статистика по промышленной инфляции, он может стать источником повышенной власти. Именно так оно и произошло. И, кстати, доллар оказался под серьезным давлением. Индекс цен производителей снизился в годовом выражении с 2,7% до 2,2%. Базовое значение этого индикатора также скорректировалось довольно серьезно с 3% до 2,4%. Можно практически наверняка сказать, что на фоне этих данных по промышленной инфляции мы можем рассчитывать на снижение и основного индекса потребительских цен. И эта логика действительно сработала, потому что доллар обвалился, доходность американских облигаций тоже пошли вниз. И самое важное для нас, индикатор FedWatch Tool, инструмент, который оценивает вероятность смягчения американской монетарной политики, сейчас уже сигнализирует о том, что вероятность смягчения политики, снижения ставки сразу на 50 байсных пунктов в сентябре составляет 52,5%. Вчера буквально она была 49,5%. То есть картина меняется, и большее количество трейдеров начинают переходить в лагерь тех инвесторов, которые считают, что ставку снизят более масштабно и агрессивно. Я поддерживаю этих трейдеров и сегодня как раз еще предлагаю отражаться данные по инфляции, убедиться в том, что прогноз на сохранение дезинфляционного тренда был оправдан, поэтому вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов, на мой взгляд, уже завтра будет процентов 55-60, а может быть даже и больше. В общем, мы готовимся по индексу доллара к тому, что американская валюта продолжит снижаться, и мой прогноз, моя субъективная цель, не объективная, друзья, это лишь мнение отдельно взятого человека, то, что индекс доллара протестирует поддержку 102 пункта и будет уже ориентироваться, либо рассматривать в качестве долгосрочного горизонта целевые уровни на гораздо более низкой отметке. В общем, снижение приоритетов. Золото 1460 долларов за тройскую унцию. Прежний фактор доллар, снижение доходности американских облигаций, сантимент. Эта поддержка для покупателей никуда не делается. Наша цель 2500 и не центом меньше. И если вы видите, опять же, ориентиры на более высоких значениях, считайте, что 2500 – это слишком просто в текущих новостных обстоятельствах, и даже просто по инерции золото может оказаться на гораздо более высоких уровнях, я вас абсолютно поддерживаю, друзья, и допускаю то, что мы можем увидеть значение 2550 не в какой-то там отдаленной перспективе, а уже в самые ближайшие дни. Доллар иена 146.83 снижается на фоне ослабления американского доллара. По поводу статистики по ВВП Япония отметил то, что этот показатель очень важен, потому что, когда Банк Японии повышал ключевую процентную ставку, он очень сильно переживал за то, что это решение может привести к еще большему усугублению проблем с показателем экономического восстановления. Но по последней оценке экспертов, это цифры за второй квартал, мы можем увидеть более лучшие, более оптимистичные результаты для экономики в целом. В частности, ожидается рост ВВП перед смотром показателя с минус 0,5 до плюс 0,5. В годовом выражении рост может составить 2,1 против прошлого значения минус 1,8. Поэтому, если действительно мы увидим хорошие цифры, это будет означать то, что у Банка Японии может появиться больше решительности для того, чтобы и дальше транслировать идею готовности к дополнительному ужесточению национальной монетарной политики. Это нам необходимо, потому что в этом дуэте активов пары доллар-иена мы покупаем как раз японскую иену, а не американский доллар, и ждем развития дальнейшей нисходящей динамики. S&P 500, 5358 пунктов. Я не ожидал, что мы так быстро доберемся до уровня 5500. Но сейчас такие условия, друзья. Рынок фактически раздает деньги, прибыль, ее просто нужно брать. Целевая отметка вот-вот будет достигнута, потом можно будет взять паузы, посмотреть за развитием событий в других инструментах. Например, европейская валюта против доллара 1,0990. Наша цель ближайшая 1,10. Максимум вчерашнего дня был 1,90, точнее 1,0999. Ну, немного не дотянули. Я думаю, что сегодня эта картина точно поменяется, и пара евро-доллара будет торговаться уже выше уровня 1,10. Как вы понимаете, на статистику сейчас не стоит обращать внимание, потому что даже вчера индекс бизнес-оптимизма ZY, снижение со 43,7 до 17,9, это самый большой обвал индекса за последние пару лет. И никакой реакции для европейской валюты, никаких распродаж. Евро остается заложником американского доллара, и пока доллар, собственно, развивает нисходящую динамику. Ждем по евро новые локальные максимумы. Идея слабости американской валюты также поддерживает фунт. Котировки 1,2860, но помимо доллара здесь еще и национальная статистика. Уровень безработицы снизился с 4,4 до 4,2%. Занятость выросла на 24 тысячи против июньского, а показатели рост на 19 тысяч. Заработные платы, да, скорректировались, если оценивать годовой прирост, но все равно остается на очень высоких значениях 5,4%, что, соответственно, сохраняет на рынке, как и говорил ранее Кэтрин Манн, член управляющего совета Банка Англии, предпосылки для усиления инфляционного давления. И отсюда тоже, если есть риски для разгона инфляции, значит, друзья, есть причины, по которым Банк Англии не будет дальше активно снижать ключевую процентную ставку. Сегодня выйдут данные по инфляции, ожидаем рост показателей с 2 до 2,3%, и если эти оценки оправдаются, фунт продолжит развитие восходящей динамики к нашей целевой отметке 1,30%. И рынок нефти 81,17, эскалации конфликта пока не последовало, но все-таки не стоит забывать также параллельно про слабые китайские данные. Про падение импорта на 12% в прошлом месяце, про значительную нисходящую динамику по показателю импорта с начала года, что явно указывает на замедление темпов экономического роста и снижение показателя спроса. Плюс ко всему ОПЕК понизили спрос на нефть со стороны мировой экономики в этом году сразу на 135 тысяч до 2,1 млн баррелей в сутки. И параллельно с этим еще умудрились увеличить производство нефти на 117 тысяч. Я во всем этом вижу больше факторов, больше причин для возобновления распродаж нефтянки. Завтра выйдут данные по промышленному производству Китая, и надеюсь, что эта статистика сможет убедить продавцов как следует навалиться на этот актив и снова вернуть в себя бренд ниже 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!